Здравствуйте, меня зовут Ирина Кононенко, я врач-кушер-гинеколог, репродуктолог EvoClinic IVF. И сегодня мы с вами будем делиться сложными и успешными клиническими случаями, нашими победами. Наша клиентка обратилась к нам с историей бесплодия 8 лет. До этого у нее было 3 неудачные попытки в другом центре. И фактически те исходники, которые мы получили, были достаточно непростыми. Во-первых, поздний репродуктивный возраст, 43 года, истощенный овариальный резерв, миома матки. И в процессе обследования выяснилось, что также у нашей клиентки полип эндометрия. Мы провели гистероскопию, удалили полип. Выяснилось, что полип был осложнен также наличием хронического эндометрита. Было проведено 2 курса противовоспалительной терапии и 2 курса плазмотерапии эндометрия. После этого мы приступили к самому интересному, естественно, к получению ацетов. У нас было получено 4 клетки. И после завершения протокола культивирования стало понятно, что у нас 3 эмбриона. Мы выбрали один из эмбрионов и осуществили перенос в полость матки. Изначально мы разговаривали о преимпликационном генетическом тестировании, но клиент решил воздержаться от него. И беременность наступила, но, к сожалению, она оказалась не развивающейся. Необходимо было бережно, максимально беременность прервать и готовиться к новому протоколу. Безусловно, истории успехов – это всегда история борьбы. Это всегда история непростого пути. Да, просто идеально-то все бывает, что качество определяется именно тем, как врач взаимодействует с клиентом, именно если что-то не получилось. Когда все отлично получается, что тут говорить? Все супер, отправляем на учет. А вот когда действительно сложно и надо работать и сохранять мотивацию, вот это непросто. В данном случае у нас все получилось. Мы бережно завершили неразвивающуюся беременность и приступили к подготовке к новому протоколу. В новом протоколе мы также получили 5 клеток. И в результате протокола культивирования 4 эмбриона. После проведения преимпуляционного генетического тестирования стало понятно, что пригодными к переносу являются лишь 2. И вот с одним из этих эмбриончиков мы пошли на перенос, который завершился успешной беременностью. Несмотря на все сложности, несмотря на действительно непростой репродуктологический, гинекологический анамнез и путь, мы получили прекрасную беременность, которая на данный момент продолжается. И наш клиент уже готовится к роду. Мы за нее, конечно же, очень рады. А для нас это победа, которой можно гордиться. Продолжение следует...